Наталья Викторовна Игнатова тот человек, который обратился к нам с просьбой о помощи. Наталья вторит и ее соседка Галина Соседова и добавляет. В лужи, вот вы туда не доехали, где березки, сейчас там льдом, и там весной лужи стоят, потому что когда заасфальтировали, сделали дорожку, раньше стоп был в канаву, сейчас заасфальтировали, и там все время у нас болото вот это стоит. Ну я не знаю, какой там дренаж можно сделать, чтобы очень долго-долго, везде уже все высохло, а у нас вот там вот эти болота находятся. И вот это нас тоже беспокоит, потому что, может, по этой причине, ну очень высыхать стали березки, много вот вырубили в этом году. Нам и говорили, что этот дом построен в свое время на таком водоносном пласте, где все время было такое типа болотца. И очевидно, это вот как следствие. И вот не продумав вот эту структуру, заасфальтировали все это, сделали, и мешают этому штуку воды. Асфальтовое покрытие обновляли, но как часто это бывает, работы проводились в дождливую осень, и уже следующей весной ямы снова засияли, наполняясь водой после дождя. А местным жителям приходится перепрыгивать лужи, потому как автомобили зачастую ставят прямо на тротуаре. Побывали мы и на улице Центральной, где еще совсем недавно канализационные люки пугали своей бездонностью. Их прикрывали чем могли. Главный редактор журнала «Помидор Сити» Марина Орехова озвучила эту проблему на январской пресс-конференции с исполняющим обязанности главы района Олегом Хромовым. До этого данный вопрос поднимался местными жителями не раз. Углублен он там был, уже покосился, провалился. А колодец на углу, там вообще была дыра. И воткнули деревья, чтобы машины туда не залетели. И вот приятный результат. Теперь автомобилисты, а на этой улице движение очень оживленные, не будут бояться проваливаться в люки. Но, говорит Николай Васько, на их улице много еще других проблем. К примеру, зимой чистят только центральную часть дороги. Обочины и тротуары заметены снегом. Людям приходится ходить по проезжей части или остановку магазина. Она не оборудована. Часто водители автобуса высаживают пассажиров прямо в грязь. Вывод из всего один. Не стоит умалчивать о проблемах. Если вы переживаете за свой район, город, улицу, говорите о проблемах вслух. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.